МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реальное кино на канале Настоящее время. Сегодня мы с вами посмотрим картину события Сергея Лозницы. Эта картина рассказывает о событии, произошедшем в истории России в 1991 году, когда в августе ГКЧП объявило о резком повороте, о окончании перестройки и возвращении на круги своя. Но картина события повествует не о том, что происходило в Москве, где, мы знаем, строились баррикады, и, в общем, погибло три человека, защищая свободную Россию, и где Ельцин был на том знаменитом танке или броневике, и где, собственно говоря, победил в конечном счете демократический путь развития России. Победил. Это событие происходило тогда еще в городе Ленинград, в Санкт-Петербурге, где прошли экскурсию, где руководитель студии документального кино, Ленинградской студии документального кино, поручил всем операторам выйти в эти дни на улицу, на улицы города, и снимать все, что происходит для какой-то будущей летописи. То есть такой достаточно прозорливый шаг. И с 1991 года в архиве Ленинградской, ну а потом уже в Санкт-Петербургской студии документального кино хранились эти материалы, никем не монтированные, никак не используемые, пока благодаря архивариусу студии Сергею Гювилеру режиссер Лозница не превратил эти архивы в документальный фильм. Нужно сказать, что в эти дни я был тоже в Ленинграде. Я делал на Ленфильме единственную в моей фильмографии игровую картину, которая называлась «Еврейское счастье» в студии Алексея Германа. И как раз в дни августовского пуча шел процесс сведения звука. Это такой очень сложный процесс, когда нужно очень внимательно вслушиваться в большое количество таких вот звуковых деталей, чтобы ничего не пропустить, чтобы все было слышно, чтобы звук не накладывался один на другой, чтобы была какая-то звуковая гармония фильма. Почему я об этом говорю столь подробно? Потому что как раз в день первого сведения было утром объявлено о том самом ГГЧП, и меня накрыло какое-то... накрыло просто колпаком. Я ничего не слышал, и этот день провел практически в какой-то такой звуковой пробке, пробке в звуковой пропасти. А вечером вместе с композитором фильма Александром Харьковским мы отправились сначала на Исаакиевскую площадь, потом на Дворцовую площадь. Ну, в общем, отправились бродить по Ленинграду в поисках тех самых баррикад, которые где-то даже возводили зачем-то в ожидании каких-то танковых колонн. Я помню там ночью видел бродившего также непрекаянно Александра Сокурова, каких-то еще знакомых людей. Помню, как по телевидению шел тот самый пресловутый балет «Лебединое озеро», ставший символом всех российских революций второй половины 20 века. И вы знаете, вот что любопытно... Любопытно, что... Мы как бы все там бродили по этому ночному Ленинграду, собирались на митинги, действительно строили баррикады, а потом пришли на митинг, и это очень точно отражено в фильме. Простите меня за спойлерство, но это ведь не... Вы сейчас не детектив и мелодраму будете смотреть, где нельзя знать, чем закончится история. И, собственно, мы живем в этой истории, поэтому мы знаем это и без того прекрасно. Закончилось тем, что люди, которые были возмущены, которые были несогласны, которые готовы были противостоять противостоять вот этому развороту России в обратном направлении, собрались на площади, где им дали поговорить, как теперь, как всегда это называется, выпустить пар. А потом им сказали, что все, митинг завершен, и давайте-ка расходитесь, возвращайтесь на свои рабочие места, жизнь продолжается. И вот так как-то не случилось то событие, которое казалось тогда, что оно случилось. Вы знаете, вот абсолютно, ну, естественно, кто постарше, тот это все помнит, тот это прожил. Была абсолютная уверенность, что мы окончательно распрощались с тем прошлым, в которое уже Россия никогда не вернется. Но какие-то важные вещи мы не совершили. То есть вот все-таки у революции, видимо, есть какие-то неприемлемые законы, которые нельзя игнорировать. Вот мы что-то не сделали. И в итоге, кстати, один из участников тех событий, он даже появляется в кадре, смотрите внимательно, это тогда молодой еще заместитель мэра Ленинграда Анатолия Собчака, Владимир Путин. Он есть в фильме, краешком кадра. О, Господи, как все странно в этой жизни. А сейчас я прогуливаюсь по Вацлавской площади в Праге, на которой тоже были события в 1968 году. И там люди не разошлись. Чехословакия сопротивлялась, Чехословакия боролась, Чехословакия совершала свои жертвоприношения. И вот, может быть, поэтому Чехословакия сейчас все-таки живет по-другому. И вот это место, к которому я подхожу, это место, где 10 января 1969 года молодой студент Ян Палах совершил... совершил акт самосожжения. КОНЕЦ 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 Подчеркиваю, в 1969 году, через много месяцев после вторжения советских танков и танков стран Варшавского договора, что смерть Палаха стала знаковым событием в истории Чехословакии. Впоследствии еще 26 человек, молодых людей, пытались также совершить этот жест самосожжения в Чехословакии. Семеро из них погибли. Конечно, просоветская коммунистическая власть Чехословакской Советской Социалистической Республики, безусловно, пыталась замолчать этот факт, пыталась подтасовывать всяческие обстоятельства смерти Яна Палаха. Но жизнь в конечном счете все расставила по своим местам. И вот это событие в Чехословакии, потом с одним из самых цивилизованных разделом Чехии и Словакии на отдельное государство, которое не привело к дальнейшим войнам, созданиям каких-нибудь словацких народных республик с сбитыми боингами, пролетающими над этими территориями. В общем, это все другая история. Может быть, потому что наше событие было... А, и да, и самое важное, что я хотел сказать, и уже бы выключил камеру, упустил, а это очень важно. Вот все события, происходящие в кадре фильма Сергея Лозницы, происходили на моих глазах. Я был непосредственным участником. Я был практически в каждом кадре, который, кстати, включен в эту картину. И я поэтому был одним, может быть, из самых таких требовательных зрителей, потому что я искал себя на этих улицах, в этой толпе, потому что я там был. И я себя не нашел ни в одном кадре. И возникает такое ощущение, что я там не был. И нас там не было. Это событие прошло, как показало дальнейшее развитие событий, прошло мимо нас. Поэтому давайте посмотрим внимательно картину события, чтобы в следующий раз все было по-другому. Да, и, конечно, слово Сергея Лозница, как всегда, перед началом показа его картины. В данный момент Сергей Лозница работает над художественным фильмом «Донбасс». Мы получили от него телефонограмму. Виталий, нас занесло снегом в украинском лесу. Мы снимаем, интернета нет. Есть большие сугробы. У меня очень сложные съемки. Записать обращение к зрителям сейчас, к сожалению, у меня не получится. Но рад возможности показать фильм нашему зрителю. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok